Привет, друзья! Сегодня будем подбирать насос для скважины. Рассмотрим два варианта подбора насоса. Первый вариант полный и по теории, но расчет будет больше по времени. Второй вариант, это вариант, который мне подсказали друзья, занимающиеся бурением скважин и их обустройством. Он менее трудоемкий и базируется на их опыте. Они его постоянно используют. В большинстве случаев используется обсадная труба 120-125 мм, что подходит для стандартных бытовых насосов 3 и 3,5 дюйма. Выбирать диаметр насоса впритык не стоит, а связано это с тем, что насос охлаждается в процессе работы водой, которая циркулирует скважине, поэтому нужен запас 20-30 мм. Первое, что нужно сделать при выборе скважинного насоса, это посмотреть в паспорте скважины следующие параметры. Первое, это глубина скважины. Второе, дебит скважины, количество пополнения воды скважины за час. Так среднестатистическая бытовая скважина производит 1,5-2 куба воды в час. Третьим нужно узнать зеркало воды, динамический уровень. Это уровень воды от поверхности земли до начала водяного столба в скважине. Второе, для подбора скважинного глубинного насоса надо найти следующие значения. Давайте по порядку. Д. Дебит скважины. Как мы уже говорили, это значение берем из паспорта скважины. Мы принимаем 1,5 метра кубических. Или, если перевести, то это 25 литров в минуту. Т. Количество одновременно используемых точек разбора воды. Точкам подключения относят унитаз, стиральные посудомоечные машины, умывальники, раковины, душевые кабины, поливочные экраны и т.д. Если мы откроем СП-30, внутренний водопровод и канализация и произведем расчет по пункту 5.22 на 5 человек и для 11 точек подключения получим расход около 23 литров в минуту. Если вы хотите, чтобы я более подробно рассказал, как рассчитывать расход воды на дом, напишите об этом в комментарии. Но принимает усредненный расход воды на одну точку около 10 литров в минуту. Обычно берут в расчет 1-2 точки. Это около 10-20 литров в минуту. Следовательно, насос должен обеспечить их бесперебойную работу и при этом, чтобы у него было наименьшее число выключений в час. Большинство производителей рекомендуют не более 50 циклов в час. Однако на практике лучше придерживаться не более 15-20 включений в час. Это идеальный вариант. Такой насос прослужит дольше. Принимаем Т, равный 20 литров в минуту. Рассмотрим первый вариант. Начнем с параметра B. B – это зеркало воды, расстояние от верхнего уровня грунта до воды. B принимаем 11 метров. Значение 6 метров берем из паспорта скважины, а 5 метров берем на сезонные колебания. А. Столб воды в скважине. Как правило, все бытовые насосы центробежного типа могут погружаться в столб воды не более 30 метров, но есть и до 80 метров. А равняется глубина скважины минус 2,5 метра и минус зеркало воды получаем 5 метров. В. Высота верхней точки забора воды. Принимаем 5 метров. Наивысшей точкой в доме является душ на втором этаже. П. Сопротивление напору. Здесь мы должны учесть совокупность всех фильтров углов тройников магистрали до реле давления. Давайте посмотрим, какие значения принимать для этих элементов. Поворот трубы принимает 0,1 атмосферу. Обратный клапан, фильтр, тройник берут 0,4 атмосферы. На 10 метров по вертикали берут потери в 1 атмосферу. Для трубы 32 диаметра ПНД 100 метров по горизонтали дают сопротивление 0,154 атмосферы. А для трубы 25 диаметров на 100 метров по горизонтали 0,254 атмосферы. Давление в метры будем переводить из учета. 10 метров равняется 1 атмосфера. В моем случае имеются две повороты трубы. Это дает 0,2 атмосферы и равняется 2 метрам. И обратный клапан. Это 0,4 атмосферы дает нам 4 метра. Общие потери равны 6 метров. Необходимо учесть, если глубина скважины составляет более 60 метров, то необходимо устанавливать два обратных клапана. Один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50 метров. Г. Горизонтальный участок трубы. Тут мы должны подсчитать наружный горизонтальный участок трубы диаметром 32 и внутреннюю горизонтальную разводку по дому трубы диаметром 25 мм. Итак, для 44 метров наружного диаметра и 52 метра внутреннего диаметра мы получаем около 0,2 атмосферы, что приравнивается к 2 метрам. Е. Итоговое значение необходимого напора насоса. Выделим формулу расчета скважинного насоса при условии дебет меньше точки забора воды и дебет больше либо равно точки забора воды. В моем случае дебет больше точки забора воды, значит вода не убывает скважины. Следовательно, насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине при ее опустошении. Следовательно, А равняется нулю и принимаем общий расход воды 24 метра. Эта высота будет потрачена только на подъем воды. В точке разбора воды, то есть в нашем кране, мы хотим давление около 3 атмосфер. Это около 30 метров. Следует помнить, что если вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1 атмосферу меньше давления включения автоматики. Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе, его сопротивлением можно пренебречь. Итого получаем 54 метра. Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса. Прибавляя 5%, мы получаем 57 метров. Мною был выбран насос водомет 55-50, где максимальный расход 55 литров, а максимальный подъем воды 50 метров. В моем случае лучше было бы выбрать насос водомет 55-75. Это и больше давления в системе, и есть запас на увеличение системы в будущем. Но на данном этапе, пока не возведены все постройки, насос 55-75 был бы очень мощным. Что сейчас не нужно. Вариант 2. Берем полную высоту, на которую опущен насос. 18,5 метров минус 2,5 метра получаем 16 метров. Параметр V принимаем также 5 метров, так как наивысшей точкой в доме также является душ. При подсчете горизонтальных участков учитываем только расстояние до здания. Внутреннюю разводку не трогаем. Каждые 10 метров трубы по горизонтали равны потере давления приблизительно 0,1 атмосфере. На 44 метра мы получаем приблизительно 5 метров. Так как мы взяли всю высоту, на которую опустили насос, так сказать запас, то сейчас не учитываем совокупность потерь от всех фильтров углов тройников в магистрале. Следовательно, P приравниваем 0. Общий расход получим около 26 метров. Эта высота будет потрачена только на подъем воды. В системе также хотим давление около 3 атмосфер. Прибавляем также 30 метров. Итого получаем 56 метров. Берем запас в 5%, получаем 59 метров. Как видите, разница не столь большая. Напомню, в первом варианте было 57 метров. Так что можно смело пользоваться и вторым вариантом. Но обращайте внимание на динамический уровень и глубину скважины. Отмечу, что расчет насоса для колодца осуществляется аналогично расчету насоса для скважины. А я пока буду прокачивать скважин. Спасибо, что досмотрели видео до конца. А если оно вам понравилось, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok